Музыка Хотите прорекламировать свой бизнес? Станьте участником программы «Апельсиновое утро». Информационно-рекламный сюжет, гость студии, партнерская страничка или спонсорское участие. Мы подберем для вас идеальное решение. Генеральный спонсор программы «Строительная компания ГРАД». Одежда ведущим предоставлена сетью мультибрендовых бутиков «Шопоголик». Быть модным вместе с «Шопоголик». Макияж и прически ведущих сделаны профессиональным стилистом Анны Визард. Стань неповторимым вместе с Анной Визард. Макс, а давай сегодняшнюю программу с песни начнем, а еще лучше с танца. Это еще зачем? Ну как? Завтра вручение премии «Оскар». Ну? Главный кандидат на все награды – мюзикл «Ла-ла-ленд». Будем в тренде? Слушай, если ты начнешь петь, а я танцевать, наши зрители, думаю, просто разбегутся. Тем более у нас сегодня отличные гости, вот лучше послушаем, как они поют. Анна, заканчивай. Я знаю, ты можешь бесконечно работать. Ты красавица. Все, побежали. Начинаем программу. Ну, пойдем. Спасибо, Ань. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро, дорогие телезрители. Как всегда, каждую субботу с вами мы. Такой же сочный, как масленичный блинчик Максим Полагнюк. И как блинчик такая же аппетитная и румяная Лена Рыжая. Друзья, нас с вами не было целую неделю. За эту неделю в городе произошло миллион событий. Я думаю, сегодня мы с Максимом постараемся вам рассказать обо всем самым интересным и позитивным. Ну, а начну я с того, что сегодня, сегодня, между прочим, знаменательный день. И в этот знаменательный день, 25 февраля, мы с Леной удостоились чести вести эфир в день битвы апельсинов. Дело в том, что по всей Европе сейчас проходит множество карнавалов. У нас вот свой есть, масленица называется, где люди забрасывают друг друга снежками. Ну, с грязью, как по традиции в Самаре, да. А вот итальянцам повезло больше. Они забрасывают друг друга апельсинами, причем делают это очень неистово. Можете посмотреть, сами убедиться. Я думаю, что кто-то вполне возможно получит травму. Есть несколько легенд того, откуда взялась эта традиция, и они довольно кровавые, я бы сказал. Ну да, я могу, кстати, рассказать одно из них. Считается, что апельсин – это символ итальянского сопротивления против гнета бездушных феодалов. Поэтому, Макс, извини, конечно, перестань меня угнетать. Ну, а теперь, когда я устранила главного своего конкурента, друзья, мы продолжим все-таки про масленицу. Сегодня шестой день, суббота, называется он «Золовки на посиделке». Как он называется? «Золовки на посиделке». А, я поспешил сказать что-то другое. Сегодня молодые невестки приглашают своих родственниц со стороны мужа, матерей, сестер, естественно, откушать, отведать блинчиков. И это считается сматринами, когда молодая хозяйка может продемонстрировать все свои кулинарные таланты. Если обед, ужин всем понравился, все благодарят молодую хозяйку, ну а муж торжественно должен вывезти ее в центр дома, в вашем случае квартиры, и сладко, вкусно, сочно поцеловать. Поэтому, уважаемые мужья, вот прямо сейчас приступайте к делу. Ну что ж, продолжается наша программа, и сейчас немножечко по традиции новостей, самых интересных, актуальных и веселых. Ну, я, Максим, пожалуй, начну с главной новости этой недели. Мы продолжаем отмечать широкую масленицу. И в этом году первый раз за довольно длительный период времени Самара отмечает масленицу не один день, как это бывает обычно по воскресеньям, а целую неделю. И по такому случаю на главной площади нашего города даже выстроили огромный масленичный городок. Ничего себе! Да, где проводятся интерактивные спектакли с участием Деда Мороза и весны, главных, пожалуй, персонажей этого праздника. Ну и кульминацией масленичной недели, конечно же, станет большой праздник. Обжиралово. Совершенно верно, можно назвать и так. Будет организовано несколько интерактивных площадок, таких как застолье, об особенностях русской кухни на масленицу. Там же будут проходить кулинарные мастер-классы и конкурсы. Площадка потехи, об играх и забавах, которые проходят во время масленицы. Площадка братства, об особенностях празднования масленицы другими славянскими народами, ближним зарубежьем. Площадка Самарский, об истории празднования масленицы в России в целом и, конечно, в нашем городе. И многое-многое другое. Ну и, конечно, всеми любимые народные игрищи, такие как бой на подушках, перетягивание канатов, все это тоже... А кулачный? Ну, естественно, Макс, куда же без кулачного? Все это будет ждать вас завтра. Не только на главной площади нашего города пройдет праздник, также в скверах, парках, площадях в каждом районе будут организованы народные гуляния. Поэтому, друзья, пожалуйста, не сидите дома. Гуляйте, наслаждайтесь хорошей погодой. Есть еще два дня, чтобы отъесться как следует. Совершенно верно. И, конечно, кушайте блины. У меня тоже занятная новость. На этой неделе стало известно, что собака-дрон стала символом города, угадай какой страны? Ну, давай так, либо Япония, либо Тайвань. Япония, все правильно. Только они могли до такого додуматься. Дело в том, что городок Одзи, он очень маленький, там живет всего 23 тысячи человек. Но он очень чтит свои традиции. Основал город принц Сютоку, который никогда, по легенде, и, говорят так, действительно, было, не расставался со своей маленькой собачкой. Поэтому символом города стала такая летающая собака-дрон, которая веселит и жителей, и, собственно говоря, и туристов приезжих. Знаешь, Макс, мне кажется, если бы мы на этой неделе выбирали символ нашего города, это была бы не собака, это была бы даже не традиционная коза. Это был бы такой летающий блин. Блин-дрон. Блин-дрон. Ну, или дрон-блин. Блин-дрон-блин. Да, друзья, если вы присоединились к нашему эфиру... Только сейчас и не понимаете, что такое блин-дрон. Перемотайте его назад, если, конечно же, у вас есть интерактивное ТВ. А если нет, то узнаете, что это такое. Итак, мы снова говорим об интерактивном ТВ. И сегодняшняя наша тема — управление просмотром. Что же такое управление просмотром? На эту тему можно говорить часами, и я с удовольствием... Ну, пора... Нет. Часами — это не для меня. Что за нудятина? Перемотаю-ка я его вперед. А... Собственно говоря, это и есть интерактивное телевидение, да. Надеюсь, что вы всё поняли. Да, вы всё поняли правильно. Ставить эфир на паузу и перематывать его, причём даже прямые трансляции. Многие уже давно стали хозяевами своего времени. Никаких переживаний за любимые программы или фильмы. Отмотал и насладился. Ну а при желании всё это можно даже записать в архив. Не об этом ли мечтал каждый из нас ещё каких-то пару лет назад? Поздравляю! Ваши мечты исполнены! Ну а если вам даже лень перематывать, есть специальная возможность начать просмотр сначала. Подключается всё это, естественно, не вставая с дивана. Да что это мы всё сидим и сидим на диване? Давайте разомнёмся уже, не знаю, сходим за попкорном. Зачем? Так ведь видеопрокат интерактивного ТВ пополнился новинками. Давайте, давайте, не отставайте от героев свеженьких голливудских блокбастеров. Которые, между прочим, никогда не сидят без дела. Даже после того, как попали в аварию, они всё равно продолжают бороться со злом. Ну а зачем ещё нужны суперспособности? Тем более, когда ты можешь путешествовать по параллельным мирам и сражаться в них с такими монстрами, о которых даже подумать страшно. Научите меня. Ну а если щекотать свои нервы вы не намерены, в каталогах видеопроката вы всегда найдёте что-нибудь милое и весёлое. Ну, например, мультфильм для всей семьи. Где даже если и будут тролли, то скорее смешные, нежели пугающие. Пока. Кексик? Ага. Думаешь, только тебе можно им пользоваться? Получай перемотку назад. Ну а с вами мы увидимся через две недели. Оставить заявку на подключение интерактивного ТВ можно по телефонам, указанным на экране, или на сайте www.rt.ru Продолжается программа «Апельсиновое утро», и я спешу представить наших свежих, практически апельсиновых гостей. У нас Дабу Давоут, музыкант, с которым мы уже имели честь познакомиться. И удовольствие. И удовольствие, конечно же. Он занимается электронной музыкой, и чтобы вы представляли, что это такое, сейчас у нас есть возможность послушать и посмотреть небольшой отрывок его выступления. «Апельсиновое утро» Ну вот теперь, как и обещал, ты наконец-то по-настоящему. Внедряешь в свою электронную музыку живое звучание, я так понимаю, набрал себе целую команду. Представь же, пожалуйста, этих героев. Да, Максим, собрал команду, отличную команду, я считаю, профессионалов. Толя, он у нас отвечает за бас, за грув, за именно басовое давление, чтобы вас просто пропирало прямо на танцполе, когда вы находитесь напротив колонок. Василина, замечательный вокал, вот, очень сильный, женский такой, прям мощный вокал. Вот, Сабир, тоже отвечает у нас и за вокал, и за гитару. Соло, ритм, то есть любые партии выдают вообще на раз. Да, экзотическая составляющая в группе должна быть, взяли парни. Да, да, да. Ну и я, то есть это то, что музыкальная основа, и, естественно, все композиции, то есть которые придуманы, тоже я. Скромность мне не повредит. То есть теперь гораздо больше вокала, больше гитары, больше живого именно звучания. Да. Что это теперь тогда за стиль такой получается, расскажи? Вообще, как это можно обозвать? Это же теперь не электронная музыка или электронная? Она и электронная, и живая, я не знаю. Мне кажется, это какое-то новое направление. Это чуть больше электронщины, чем в Линкин-парке, но чуть меньше электронщины, чем в Продиджи, например. Вот, но энергетику я хотел бы сохранить на таком же уровне. Конечно, мы немножко уходим в такое, может быть, трип техно или что-то такое, но все же на самых таких мясных моментах треков там и так далее, чтобы я хотел всегда, чтобы публика просто прыгала от энергетики, которую мы даем в зал. А по тяжести, вот насколько это, можно сказать, тяжело для восприятия? Потому что Продиджи не для многих, да? Ну ладно тебе. Это как раз, наверное, по тяжести, оно, наверное, как раз и находится между Продиджи и Линкин-парк. Да, 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 тоже такое вот. Я просто для себя вот недавно определил, то есть как вот, ну, где я нахожусь приблизительно, где я хотел бы находиться. Между Продиджи и Линкин-парк, допустим, как ты хотел бы находиться? Что скрывать? Добрый подруг. Как вы собрались? Да, по какому принципу формировали команду? Вы были уже знакомы друг с другом или это был какой-то очень жесткий кастинг? Ну, кастинг был жесткий на самом деле. Это была жесткая туза. С Толей мы знакомы уже, ну, можно сказать, со школьной скамьи. Вот, мы с ним вместе организовывали группу как раз, причем достаточно успешную. С Сабиром мы познакомились случайно, просто я искал вокалиста, на самом деле обыскался много очень людей. И вот один из вокалистов посоветовал мне Сабира. Вот, как своего друга, он говорит, это прямо именно то, что тебе нужно. И я понял, что реально это так. Вот, так же и с Василиной, то, что произошло. Мы познакомились относительно недавно, но я вот сразу увидел в ней того человека. Да, пару дней назад, реально. Вот, я сразу в ней увидел именно того человека, который чувствует эту музыку. И она прямо с первых же нот, как начала петь, я понял, что она вливается в наш коллектив. А у вас скоро концерт? Какого числа концерт? 4 марта. То есть она будет уже... Да, 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 да. То есть прям хватаете и задела, да? Да, 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 конечно. Она молодец в этом плане, очень быстро схватывает все прям... Я понимаю, что у нас сейчас есть уникальная возможность послушать отрывок песни, по крайней мере, ее акустическое звучание, которое прозвучит наверняка на концерте, да? Да, да, мы хотели бы вам сказать. Я думаю, сейчас аплодируем вместе с телезрителями и попробуем послушать. Если что, подпевать можно, да? Да, конечно, можно барабанить. Я всегда мечтала быть частью группы. Окей. Поехали? Поехали. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Поэтому прямо сейчас вы узнаете, где и когда состоится этот крутейший концерт Приходи зажигать на концерт «Дабудавоут» Да, столько витамина С и хорошего настроения Держите Ребят, огромное вам спасибо за то, что пришли Самый вкусный У всех вам на концерте Кстати, концерт – отличное развлечение А где еще эти развлечения не найти? Посмотрим прямо сейчас Погода, дама капризная Особенно в конце февраля Как в таком непостоянстве правильно спланировать развлечения на выходные? Есть места в нашем городе, где круглый год, уютная атмосфера И огромный выбор развлечений на любой вкус Развлечения – это, конечно же, эмоции Получить их можно в семейном парке аттракционов Дух захватывает от экстрима и реалистичности декораций Американские горки Венецианская карусель Башня свободного падения Автодром И настоящий лабиринт Вне зависимости от возраста Вы получите настоящее удовольствие Прокатившись на аттракционах Отличное место, чтобы просто весело провести время Или отпраздновать день рождения Для самых маленьких в Моле работает уникальная детская площадка С разнообразными безопасными аттракционами Вы можете спокойно оставить ваше чадо под присмотром И смело отправляться за покупками Еще одна площадка торгового центра не может оставить равнодушным ни детей, ни взрослых Речь идет о контактном зоопарке Животные разных стран собраны в одном месте И вы обязательно удивитесь, увидев их вживую Здесь можно покормить енотов или мини-пигов Полюбоваться на малышей лемуров Или сфотографироваться с пестрым попугаем Оказаться в пасте акулы Примерить крылья бабочки Ухватиться за хвост самолета Или оказаться в чьей-то тарелке с обедом Нет, это не сюжеты для фильма ужасов Это музей иллюзий Который расположился на втором этаже Мола Выбираем ракурс Фотографируемся И получаем оригинальные и смешные кадры Для поклонников кино в Молле работает современный кинотеатр С технологией Real-D и VIP-залом Частые премьерные показы позволят вам всегда быть в курсе всех новинок А большое количество залов помогут выбрать нужный фильм В удобное для вас время Ну и какой может быть отдых без вкусного перекуса Пицца, паста, любимые бургеры или просто стаканчик кофе Огромный фудкорт не оставит голодным никого Причем голодных как до еды, так и до зрелищ Ведь на территории фудкорта часто проходят всевозможные концерты и представления Ну а любители тишины, романтики, а также изысканной национальной кухни Мол всегда с радостью примет в своих уютных ресторанах Даже самый пригирчивый гурман найдет здесь чем полакомиться Отличный выбор как для свидания, так и для большой компании Для тех, кто не любит сидеть на месте и отдает предпочтение активным видам отдыха В моле совсем недавно открылся батутный центр Где взрослые и дети буквально учатся летать Полетай-ка и ты! А чтобы не бояться, для новичков имеется специальная поролоновая яма Если высота все-таки не ваш конек, то оденьте конек обычный и отправляйтесь на ледовый каток Площадью более тысячи квадратных метров Где всегда играет зажигательная танцевальная музыка, заставляя буквально забывать про время Ледовая забава работает круглый год, а также здесь открыты секции фигурного и хоккейного катания Добавьте сюда удобную бесплатную парковку и мол превращается в идеальное место для развлечений А уж развлечений, как известно, много не бывает Живите ярко вместе с Аврора Мол 150 известных брендов и 30 детских магазинов Десятки аттракционов и развлечений для всей семьи Аврора Мол Ну, Макс, и закончить, я думаю, надо на позитивной ноте Конечно Небольшой прогноз погоды Так Наступает весна Ура Синоптики предвещают, что весна, друзья, к сожалению, будет довольно затяжной И нам понадобится с вами как теплый комплект одежды Такие вот свитшотики чудесные Да, так уже и легкие весенние для особо солнечных дней Друзья, весна – это время шопинга, поэтому обязательно на этой неделе уделите внимание своему гардеробу Да, будьте шопоголиками прям по-настоящему А у меня есть еще одна позитивная весенняя новость Так Мы прямо сейчас заводим в нашей группе ВКонтакте конкурс, где разыгрываем пять Пять ленобилетов на сумасшедший концерт группы Даву-Даву, которая была у нас в эфире Давай четыре и один мне Посмотрим Хорошо Если вы пропустили, то можете найти ВКонтакте их творчество и послужить, потому что это Ребята, это очень мощно, это надо видеть вживую Да, в общем, супер позитивно и весело, прям как всегда у нас в апресиновом утре Заряжайтесь настроением, обязательно кушайте блинчики, встречайте весну вместе с нами До следующей субботы, друзья, всем пока-пока А теперь вместе Одежда ведущим предоставлена сетью мультибрендовых бутиков «Шопоголик» Быть модным вместе с «Шопоголик» Генеральный спонсор программы – строительная компания «Град» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова